Сегодня до меня нашла новость о том, что умер Алёшка Баптист из ГУЛАГа Солженицына, из одного дня, Ивана Денисовича. Слово «умер» я не люблю, употребляю его исключительно для тех, кто не в теме, ради немощных, зацикленных на земной горизонтали. Для тех, кто не обратил внимания на то, что сказал поэт, описывая «Великое пасхальное утро». У жизни над смертью поставлена точка, как будем жить вечно, и это точно. Лучше, честнее, грамотнее, в конце концов, что-то типа Солженицынской Алёшка Баптист перешёл черту в невидимую, зашёл за небесный занавес. Именно с Леонида Васильевича Светлова, сидевшего вместе с классиком и финишировавшим в земной жизни день тому назад, Солженицын рисовал в одном дне Ивана Денисовича портрет верующего парня, стойко переносящего лагерное страдание за Христа. Портрет Алёшки Баптиста. Несколько лет назад я имел привилегию повидаться с этим старцем, обнять его и выразить свою благодарность за подвиг христианской веры, не сломившейся под КГБшным прессом даже в гулаговской мясорубке. Когда я встретился с Леонидом Васильевичем, ему было уже за 90, и вопреки почтенному возрасту, от него веяло какой-то удивительной свежестью, добротой, теплом. Эта встреча мне, думаю, навсегда запомнилась. Вообще-то я понимаю атеистов, которые при слове христианства с улыбкой указывают на серийного убийцу Путина в перерывах между воровством, блудом и братоубийственной бойней в Украине, целующего сомнительные мощи Санта-Клаус. Непонятна ухмылка агностиков, смеющихся с патриарха московского с юных лет агента КГБ Михайлова. Я вынужден признать правоту тех религиозных скептиков, кто говорит мне о трусливом молчании большинства религиозных элит нынешней бандитской России. Эти ребята, безусловно, позорищи церкви, христопродавцы, ничего общего с христианством не имеют. Но иуды всех времен, все в сумме, не могут накрыть своей тенью Христа. Лично я уверен, что сегодня, когда КГБшники в Кремле вместе со своими коллегами в рясах ловызаются и издеваются над христовой правдой, над справедливостью, над правами людей, вообще над всем человеческим, нужно помнить другую историю церкви. Сегодня судьбы таких религиозных нон-конформистов, не сломленных империей зла, как Алешка Баптист, чрезвычайно важны. Кстати, в моей жизни один день Ивана Денисовича сыграл потрясающую роль. Лет так в 13 я достал спрятанную бабушкой учительницей русской литературы на чердаке роман-газету, в которой во времена оттепели по недосмотру ненадолго расслабившейся коммунистической системы было опубликовано это произведение. Его прочтение привело меня в ступор. Моя пионерская душа была шокирована. Именно тогда вера в красную коммунистическую идеологию во мне была подорвана. Именно с тех пор я стал прозревать, а позже возненавидел лживую советскую дьявольскую систему со всеми ее КГБшными и нынешними ФСБшными лидерами. Пожалуй, портрет Алешки стал одним из первых моих прикосновений к миру христианской веры. Спасибо вам, Леонид Васильевич. Стало быть, ваша жизнь, страдания за Господа имеют отношение к тому, что позже случилось в моей судьбе. Удивительная штука – это цепочка христианского свидетельства и рождающаяся от этого веры. В тему очень интересная деталь. Из интервью с Леонидом Васильевичем 2010 года, которое я публикую ниже, очень советую прочитать. Я узнал из этого интервью, что главный герой легендарного романа, Шухов, уверовал через вот этого самого Алешку. Это не попало в один день Ивана Денисовича, но эта пикантная подробность, безусловно, достойна внимания. Не в традиционном, в самом, что ни на есть прямом смысле слова. Царство тебе небесное, Алешка Бабтист. До встречи, Леонид Васильевич. Даст Бог, уверимся. Меня зовут Геннадий Махнемко. Это проект пророческой журналистики «Другая перспектива». Мои помощники все время просят добавить просьбу о подписке на канал. Спасибо за лайки, комментарии. Привет всем. Я по дороге из Африки домой. Я действительно верю, что Бог здесь и Он не молчит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.